Новости 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 Южнокорейская компания LG представляет сверхтонкий OLED-дисплей, который можно крепить на стену при помощи магнита. Технология, основанная на использовании органических светодиодов, не только позволяет добиться высокой насыщенности и контрастности изображения на экране, но и дает возможность создавать сверхтонкие телевизоры. Новый дисплей LG представляет собой достойный образец OLED-технологии. Он менее миллиметра толщиной и весит всего 2 килограмма. Технология создания больших OLED-экранов достаточно дорогая и сложна для массового производства, поэтому многие компании, в числе которых Sony, Samsung и Panasonic, отказываются от нее, считая невыгодной. Фактически LG остается единственной крупной компанией, способной производить OLED-телевизоры, передает inovest.ru. Грузинские археологи обнаружили руины дохристианского храма с винным погребом, датируемые последними веками первого тысячелетия до н.э. Как сообщили в Национальном музее Грузии, эти руины были обнаружены во время раскопок, которые производились в тбилисском районе Дигами, в нескольких километрах от старого города на территории древнейшего городища. Руины храма и винного погреба относятся к эпохе ранних династий Картлицкого царства. Как предполагают ученые, винный погреб был, скорее всего, частью храмового комплекса. Это предположение подкрепляется результатами изучения аэросъемок и сателлитных изображений. Руководит экспедиция куратора Национального музея Грузии Михаил Абрамешвили, пишет 7.ru. Кубинские крокодилы, подаренные советскому космонавту, возвращаются на родину. В 1978 году Фидель Кастро подарил двух редких крокодилят советскому космонавту Владимиру Шаталову. Его супруга не согласилась жить в одной квартире с агрессивными ящерами, и они оказались в московском зоопарке. Но тогда не было условий для содержания редкого вида, и крокодилы очудились в Стокгольме. В тамошнем зверинце подросших рептилий и назвали Кастро и Хиллари. Их потомство теперь и вернулось на родину предков. Крокодилят выпустят на волю, так как кубинские крокодилы – это самые редкие в дикой природе. Их осталось не более 4 тысяч, и живут они в считанных районах Кубы, передает Европейские новости. Радио «Вектор» поздравляет всех наших имененников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 1 июня в 1804 году родился русский композитор Михаил Иванович Глинка. В этот же день, в 1926 году, родилась Мэрилин Монро, легендарная американская звезда. Сегодня отмечает свое 60-летие советская киноактриса Евгения Смирнова, сыгравшая Машу из фильма «В бой идут одни старики» и принцессу из сказки «Обыкновенное чудо». 1 июня во всем мире отмечается Международный день семьи, а также Всемирный день молока, а православный мир празднует День Святого Духа. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте radiovector.org. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания.